вязание объемного цветочка провязываем скользящую петлю и внутрь скользящей петли вяжем 6 столбиков без накида затягиваем скользящую петлю и соединяем первую и последнюю петельки с помощью соединительной петли первый ряд готов затем в каждую петельку провязываем по 2 столбика без накида так вяжем до конца ряда в конце ряда провязываем соединительную петлю начинаем вязать третий ряд провязываем 2 столбика без накида в одну петлю затем вяжем 1 столбик без накида еще раз 1 столбик без накида далее вязание повторяется провязываем два столбика без накида в одну петлю и затем один и еще раз один и так вяжем до конца ряда первую и последние петельки ряда соединяем с помощью соединительной петли далее будем вязать по два столбика с одним накидом в каждую петельку соединяем первую и последнюю петли ряда с помощью соединительной петли в дальнейшем все ряды будут вязаться одинаково провязываем 2 столбика без накида в каждую петельку края окружности начинают изгибаться так провязываем 3 вида дальше в каждую петельку будем провязывать по одному столбику без накида и после того когда будет провязана 4 таких ряда получится вот такие интересные извилины на изнаночной стороне получился очень красивый цветочек а сейчас будем вязать его серединку провязываем скользящую петлю и внутрь скользящей петли вяжем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и 6 затем затягиваем скользящую петлю и соединяем первую и последние петельки ряда с помощью соединительной петли первый ряд готов далее в каждую петельку провязываем 2 столбика без накида и так вяжем до конца ряда соединяем первую и последнюю петельки с помощью соединительной петли и далее приступаем вязать второй ряд в первую петельку провязываем 2 столбика без накида затем вяжем 1 столбик без накида и опять 2 столбика без накида и так повторяем до конца ряда В каждую вторую петельку провязывая 2 столбика без накида. Соединяем первую и последнюю петельки с помощью соединительной петли. И далее провязываем 2 ряда по одному столбику без накида в каждую петельку основания. Затем соединяем первую и последнюю петельки с помощью соединительной петли. И ниточку можно будет отрезать. Выворачиваем наизнанку нашу серединку. И теперь ее можно уже пришивать с помощью иголочки в центр нашего цветочка. Вот такая красота у меня получилась. А теперь ваша очередь. Продолжение следует...